Ну и, конечно, драка, ну это же просто... Я, конечно, понимаю, что там из брыни пытаются сделать мегавальщика. Но вы сделайте что-нибудь, чтобы она выглядела как мегавальщик. Вот сзади на нее дяденька прыгнул, она сделала так... И он сразу умер. Вы понимаете, что так человека плечом оттолкнуть не получится? Даже если ты его здоровее. Чтобы оттолкнуть человека плечом на развороте, нужно некоторым образом применить движение ног. Нужно одной ногой упереться и бедрами его откинуть. Что выглядит несколько не так. Ну и потом... Могли бы потренировать хотя бы чуть-чуть. Она длинная, она нескладная очень. Ей никак. Просто никак. У нее должен быть свой стиль, связанный с длинной ног. На то и нескладностью. Нужно было придумать ей что-нибудь. Это было бы прикольно. Что длиннота такая. Ты глянь, что умеет. Да. Вот, опять же... Например, она могла кого-нибудь схватить за горло, а он бы руками пожал, а ему не стянуться. Она ему с ноги... Было бы смешно. Зовите для постановки трюков. Тут специалисты высокой марки. Мы бы вам такой Гонконг устроили. Вот родственники Вачовские для первой матрицы не постеснялись всех. И Киянку Ривза, и Лоренца Рожденного Рыбой, и Кэрри придлось полгода тренировать кунфе под руководством... Енувупина. Причем не просто Енувупина, а Енувупин там осуществлял общее кураторство, и каждому был персональный Енувупиновский тренер придан. Ну, так, чтобы они хотя бы придурками не выглядели. И как здорово вышло в итоге. Отлично. Ну, в смысле, для актера, который, в отличие от Джеки Чана, этому с пяти лет не учился, нормально выглядит. Ну, Лана Киянка там не может ноги параллельно поднимать. Никому не надо. Это и не надо, да. А тут-то что? Господи. Причем, заметьте, пока нормальный человек все это ставил, выглядело нормально все драки. А теперь видно, что дяденька-то помер ко второму сезону. Ставить драки больше некому. У вас там вообще все специалисты кончились? Один, что ли, был? На всю Америку, да. Да это ж... Как-то разрешите усомниться. Потому, что то, что там показывают, это, конечно, это убожество такое, что аж жалко смотреть. Стыдно. Стыдно, так точно. Ну, и, конечно, вот это вот расхаживание везде. Почему все без шлемов? Мы опять, извините. Все без шлемов. Как так? Вспомним наш любимый художественный фильм Роб Рой. Да. Где Тим Ротт, он, наверное, тоже не с детства фехтовальщик. Я так подозреваю. Опять же ход ставил. То же самое. Как запрыгал, как запрыгал. Все сразу встали, отдали честь перед телевизором. Видно, блин. Стукнул раз. Специалист. Видно по нему. Да. Это что такое? Ну, наоборот. Наоборот, должно быть, что вот эти крестьяне ничего не понимают и не умеют. А вот тут какой-то этот черный пояс по саблям. Было бы круто. Ну, опять же... Надругательство какое-нибудь возможно. Я бы сразу предложил бы самый очевидный выход, для которого не нужно очень много тренировать человека. Я понимаю, что тяжело. Тем более, что вот эта вот оглобля. Ее тяжело было бы тренировать. У вас же доспехи на ней. Вот он саблю достал, враждебный человек. Давай. Треснул ее. Потому, что за большие деньги качественная броня. Просто пофигу. А она треснула. У него доспехи говно. И у него сразу проблемы начались из-за этого. Прям тут же. До жопы треснешь, а дальше сам развалишься. Точно. Она бы, даже если бы их лупила саблей плашмя... Потому, что вы не достойны. Если бы вас лезвием вообще трогать. Было бы смешнее и веселее. Я как-то, помню, смотрел какие-то ролики, где поляки, наверное, какая-то реконструкторская братва там прыгает этими полуторными мечами или двуручными. Это ж вообще люди откровенно любители. Они не из кино. Это не сценический бой. Пацаны просто умеют махать саблями. И давай-ка вот там между сцену разыграем, как мы друг друга рубим. Так там глаз не оторвать. Так и ловко машут, и ловко снят. А это что за херня? Пять миллионов долларов. Вы совсем балдели, блин. Да там таких янвупинов. Я не знаю. Пол Голливуда. В очередь в танец. Жаждущих прорваться. Дайте я покажу, как надо. Ну и красиво было бы. Херь какая-то. Поехали. 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 Поехали.